Привет Привет, мои хорошие Это видео будет Влог Влог из Крыма от 2017 года Долго времени прошло Прежде чем я его сделала Но как-то так В этом видео я буду говорить, нести всякий бред В общем, просто озвучивать И рассказывать вам, как это было Кому хочется послушать Просто шепота Посмотреть на чуть-чуть меня И на то, где я бывала До приятного просмотра Кадров будет довольно много красивых Сейчас вы видите лесенку Свету ничего особенного Но У нее были очень высокие ступени Подниматься по ней было сущим испытанием А для человека Который привык к лифту Эскалаторам И всем благам цивилизации Совершенно не занимаясь спортом Это, конечно, было жестоко Спускаться еще весело А вот подъем Скажу так До конца подняться без передышки За семь дней Я так и не смогла Но красиво Красиво Это первое место, где я была Кстати Был город Алубка В свой первый день приезда Я ничего не записывала Там был самолет Я очень устала Это был мой первый перелет А вот это, собственно говоря Второй день Я вылезла из норки Это супер Классная маршрутка Была Довольно бюджетно Но всегда много народа И приехала я из города Алубка В Ялту Это вы видите Собственно говоря Путь от Ялты Вокзала автобусного До набережной Красиво Приятно Везде видно горы Вот И тут мне сразу Встретилась Русалка Было приятно Видеть Сразу рядом с морем Русалку Ну и конечно море Ну и конечно море Красивое Волшебное Непередаваемое Непередаваемое ощущение Получается Первый раз Я увидела море Как раз таки в Ялте На второй день своего путешествия И блин Я Я даже не знаю Как описать словами Вот эту вот красоту На картинке как вы видите Море Вроде море Но в жизни это волшебно Я вообще очень сильно зависима От каких то таких Моментов связанных с природой Деревья Небо Но все вводит меня в лютый восторг Добавляет радость Энергию Но море и горы оказались тоже волшебными Это вот такое кафе Кораблик Очень интерьерно И красиво Правда там довольно ветрено Было А вот это Крокодилляриум Ну, я мало где, если честно Входила в своей жизни Так что Я не могла не зайти в такое интересное место Крокодилов здесь полно разных Маленьких, больших Они конечно По большей степени лежат И особо не двигаются Но иногда можно увидеть Интересные моменты Мне больше всего понравился Момент кормления За дополнительную денежку Можно покормить Крокодилов вот так Вот с палочки И ты так водишь мяско И крокодильчик Поднимает голову И потом резко-резко делает гусь Кусают мощно Один раз Я не смогла у него вытащить И вот дядя, который Кормит их Вытаскивал сам Крепко взбивается Помимо крокодильчиков Как видите Черепахи Рыбки Разных видов А еще есть кролик Кролик, кстати, довольно крупный В жизни А черепаха вообще На ней можно маленького ребенка катать На камере нет примера Поэтому они выглядят немножко мелко А вот это я вернулась Из Ялты В Алубку И недалеко от отеля Вот такой сквер Немного заброшенный Я бы сказала И, собственно говоря Море Море Вы любите море? Если любите море, ставьте лайк Ну и, собственно Мои лапки Оказались в море Да-да-да-да Да-да-да Сейчас сижу так Смотрю на это, как и вы И прям Кайфую от воспоминаний Это было волшебное путешествие Первое в моей жизни И волшебное Да, на море я была один раз Вот этот год В 2017 году Больше на море я не бывала Вот это вы видите Прекрасный вид Который открывался из моего номера В отеле Гора и Петри Деревья Море Красота Очень круто А это ящерка Она была миленькая Я встретила по пути В французский парк И, собственно говоря Сейчас начнется Этот парк Здесь такое дерево Большое Оно Все с ним фоточки делали И я его погладила А вот эти растения По-моему, мне сказали, что ядовитые А я с ними фоткалась Честно Честно Подошла и сказала, зачем вы ходите Они ядовиты Вроде я жива Очень красивое место Данный парк Там есть свой детский пляж Я здесь хотела сделать фотографии русалки Но как-то Не вышло Вот Красиво Там идут вот такие вот камни По которым можно Взобраться Пробраться Нужно быть только очень осторожными Потому что можно сорваться Я вот плавать не умею А меня понесло Но красиво идешь По таким камням Море С другой стороны горы Единственное, там очень ветрено Конечно Такие Водопад В этом парке Тут лягушки Ой, сколько я их нафоткала Просто не могла Как будто бы первый раз увидела ее И, наверное, час просидела рядом с этой лягушкой А здесь вот эти вот пушистые штучки Я очень хотела их выкрасть Для ASMR-ролика Чтобы имя микрофон гладить Они такие мягкие Вау Ну, конечно Были экскурсии Посещения Всех вот этих вот галерей Фото Экспозиций Того, какие у них были столы Вон там уточки Свинки Какая была жесть Все красиво, все приятно Пройтись посмотреть Очень интересно Вот Особенно, я думаю, для любителей Наверное, вообще Суперинтересно Я себя, наверное, к таким прям суперценителям отнести не могу Но Было все равно интересно Конечно В самом дворце народу хватает То есть, если в парке можно погулять И найти места, даже где никого нету Да, так тихонечко То тут А вот здесь мне очень понравилось Вот я зашла Там никого не было Ты идешь один Круто Так Сам открываешь все дверки Чук А там уже будут К сожалению, толпы народу Вот Красиво, интерьерно Очень Нравятся вот все эти старые времена Это потолки Высота потолков Ну и как Украшали все это Было что-то в этом такое Там Сада потолков просто волшебная Вот Такой вот дворец Здесь своя Оранжерея Хорошо так живешь В таком дворце Смотришь на море Огромный Огромный сад Сказка Ну да, это, по-моему, огромный-огромный алоэ Круто Потом После Францовского дворца Я попала на Айпетре Вот это все подъем туда на канатной дороге Очень красиво Единственное, что я ехала в то время Когда было На подъемничек довольно много туристов И в нем тесновато было Скажем так Но это не испортило впечатление Все равно ни капельки Потому что Поднимаешься в такую высоту Везде Деревья, горы, небо На море Не знаю, тут есть еще такие же фанаты Восхищения природой Как я или нет Но мне почему-то всегда Такие виды дарят Улыбку И отличное настроение Не знаю А, кстати, вот здесь Здесь гулял котик По-моему Я его не смогла записать Но там гулял котик Это было так странно Что он сидит на краю Я боялась, что он упадет Вот Теперь подъем Еще выше происходит Как видите Гора все ближе и ближе Ближе и ближе Ближе и ближе Ну и вот Мы на самой вершине Айпетре Схитительно Схитительно Это, если что, получается Сентябрь Сентябрь 2017 Как видите, погода замечательная Виды Просто превосходные А вот это Если там На самой Эпетре, где вы вышли Подняться еще выше Да Подъем там чертовски сложный Ух Там можно еще выше И там пройтись Вот по таким вот Канатам У меня не вышло пройтись Там была большая очередь Приехала я уже ближе К вечеру А там До определенного времени Можно было Ну В общем Не вышло Зато посмотрела Походила везде Очень красиво Ну и конечно Ночное море Оно колышется Бурлит Даже на эти ночное море Мне немножко страшно Так как кажется Что сейчас оттуда в кто-то выйдет И так Схватит А вот это начинается Никитский ботанический сад Если я где-то рение не так ставлю То простите Красивое место Очень красивое Можно спокойно Прогуливаться Да-да Это бамбук Я пыталась по нему потапать Но Моголый звук записать На этот момент Так вот Место красивое Можно гулять спокойно Тихонечко Единственное Было довольно жарко Одно Одно И опять лягушки Лягушки-глогушки-глогушки-глогушки О, это вы видите сейчас Лабиринт Там был лабиринт Это был мой первый лабиринт в моей жизни Я его прошла И выбралась Кстати говоря Где-то, по-моему, минут 10 Мне пришлось потратить А вот Это сундучок Я погладила его для вашей удачи Так что Теперь у вас будет все хорошо Красиво Просто красиво А сейчас вы услышите звук Да-да-да Слышите его? Звук игры на бокалах Я была восхищена Если честно В данном Очень красиво По поводу необычных деревьев Или каких-либо растений И в целом Много их разных Но Каюсь Разбираюсь я в них не очень хорошо Так что Просто красиво Да-да-да Там было очень много кошек И практически всех я кормила Бегала, покупала Булочку с сосиской И скармивала сосиску от утка А вот это место мне совсем не понравилось Выставка бабочек И Там все бабочки Мертвые Полумертвые Вот Я не стала добавлять Кадров Где куча крылышек Телец И прочих Но даже вот по этой бабочке Вы видите, у нее крылышко такое помятое Не знаю, может оно распрямиться Но по мне Она больше выглядела как Покалеченное Зато там были птички Но все равно Именно от выставки с бабочками У меня как-то так Такое себе Может быть, где-то в других местах есть более Лучшие Но там именно в тот момент было так себе Зато вот Пальмочки Много-много-много Разные Вот эта выставка Орхидей Я вот тоже на нее в следующий раз не пошла Она тоже была дополнительно платной Ну и Не знаю Я в магазинах видела точно такие же орхидеи Как-то И никак В общем Не совсем поняла ее с Олей Если вы поняли и знаете То расскажите Я зашла туда И просто увидела Цветы точно такие же, как в магазине Только За это заплатила денежку Там была черепашка Правда А вот тут Да, тут тоже дополнительно Платный вход Это кактусы И дальше там другая оранжерея Мне очень понравилось Действительно заходишь Огромный выбор Разных Разных кактусов Каких-то там еще растений Длинные, колючие, пушистые Большие Серьезно, кактусы очень понравились Они стоят того, чтобы Туда отойти И посмотреть А здесь Я пыталась Записать вам звуки Растений И природы Из данного Ботанического сада Ну, что-то вы сейчас услышите Вместо Попробуй Присоединю А здесь Эта Присоединяю Присоединяю Продолжение следует... Черничка 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 Но мне некоторые триггеры природы очень понравились Надеюсь, в будущем я смогу записать такой ролик более качественно и полноценно Черничка А здесь начинается Мацандровский Винозавод Красиво Я сразу скажу Не фанат Алкоголя Мне просто не хочется Я ничего против него не имею Но просто на текущий момент мне не интересно И мне очень-очень-очень понравилась экскурсия У нас был довольно интересный экскурсовод Единственное, конечно, толпа нарона Не всегда удобно проходить Но тем не менее Любознательно Бочки с веном Там такие есть огромные-огромные бочки Куча разных бутылок Очень старых годов И очень интересный момент С дегустацией Да Вот это вот прям очень сошло мне Сам момент, когда перед вами ставят такой выбор Рассказывают про каждое вино И вы немножечко его пробуете Да Да Приятно Интересно Вот Могу заметить, что я их не выпила Я все их просто попробовала на язык Вот И они все действительно разные Разные по вкусу Консистенции Я думала Они более, знаете, все похожи А нет И правда различаются Но тут, конечно, многие Хорошо так Выпили Отметили это все И потом На выходе как раз предлагается Купить понравившееся вино Уводили многие люди Целыми коробками Но это даже мило По-своему Хотя помните, что алкоголь Все-таки это вредно А тут камушки Галька Я так и не смогла полюбить Гальку Мне очень-очень нравится Песок Галька, это не мое А это вы видите маленькие кадры С роликов, которые были записаны С фотографий Которые были сделаны там Я думаю Все, кто из вас подписан Подписан давно Есть в ВКонтакте Есть в Инстаграме Вы это все видели Ну а это Это Ласточкиное гнездо Дом На таком Склоне Обрыве Волшебно Но немного страшно Экскурсия Рассказы Где что находится Вовлекательно Ну и ночная Ночная Ялта Сколько же там людей Вся Ялта Ночью По крайней мере, когда лето Да Просто горит и живет Не знаю, как там зимой И опять же Вы видите фотографии Русалки Видео Записанных В Олубке Я очень рада, что у меня все равно Получилось много чего сделать там Хоть и не все, что я планировала Вот это номер Номер, в котором Я была Там душ Здесь Комнатка Ну так Все довольно миленько Приятно Для меня здесь самое шикарное Это был вид Вид С балкончика Тоже Просто сидите и смотрите На райскую местность А потом было такси И переезд Из Олубки В Фиатосию Ну и было заселение Во второй отель А единственное В нем было довольно много пауков В целом Я их не боюсь Но знаете Когда вы лежите на кровати И видите над собой Довольно крупного Упитанного паука Немного как-то Не так себе Потом в целом я к ним привыкла В одном углу у меня жил Гоша В другом Папа Гоши Их жена Бабушка Мама Тысяча их деток Так что в целом Я к ним привыкла Но было все равно в начале Немного странно Вот Также когда приехала Там Получается отель не в самой Фиатосии А больше между Фиатосией и Береговой Вот Ну Было интересно дойти до Фиатосии Милый Приятный городок Довольно тихий Мне очень понравился вот этот магазин Совершенно случайно его встретила Но Здесь живет счастье Ведь сколько-сколько маленьких Милых вещичек Я хотела отсюда все Все Потапать Все Пожержать Но К сожалению В чемоданах Были штативы Косплеи Парики Места не было Да и как-то По средствам Тоже это не было Особо рассчитано Вот Это цены В одном из магазинов На газировку Может кому-то интересно будет Я люблю смотреть цены у блогеров Которые снимают Влоги Где они путешествуют В этот день был Тайган Мне очень понравился Очень-очень понравился Я не знаю как ваше отношение вообще к зоопаркам Заповедникам и тому подобным У меня двоякое Но в то же время Лейн Да простите меня Но Люблю посмотреть на живот Хоть и понимаю что она там в клетке Еще что-то Как-то такое себе Но здесь у Львов вообще Довольно неплохая территория Здесь вы видите сколько стоит корм Чтобы купить его По крайней мере В 2017 год Так вот У Львов Довольно хорошая территория Не знаю Может нам Нужно больше Может нет Но довольно приятно Когда я здесь ходила Единственное что Многие львы уже спали Все таки они В это время Любят отлежаться и поспать Но многим можно было Посмотреть Покормить И ты понимаешь Какой этот хищник Огромный Ты здесь стоишь И вот он под тобой Вот эта вот кися С крана Кажется не такой уж большой Но там Ух Ты слышишь Как она ест эту курочку И хрустит косточками И понимаешь Что так будут хрустеть твои пальчики Красивые Красивые Котики Вроде Так Неплохо выглядят Не знаю Конечно Они все там В шраме Ну Видимо Наверное Дерутся Не знаю Но Красивые коты Что еще можно о них сказать Огромные 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 Кошки В самом начале Когда я шла По всей этой конструкции У меня была одна мысль Если кися прыгнет В какую сторону бежать Ну вроде они не должны там запрыгнуть И они похожи на очень воспитанных кошечек Но все равно И кривые Красивые Просто большие кошки Особенно с камерой, которая приближает Можно кайфовать и смотреть на них Ага Так близко Ага А так много спящих 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 Котики спят Котики устали Котики Вырубились А еще там очень прикольно Там бегают вот эти вот все птички Вот просто там ходят птицы И знаете За счет этого ощущаешь какую-то близость к природе Не знаю Ну В московском зоопарке Кормить нельзя Трогать нельзя Ничего делать нельзя Ну Жирафа по-моему Да Можно покормить какое-то время Вот А все остальное Как-то Ничего нельзя И Тут вот этот момент Что ты идешь и всех кормишь А здесь я думала Нужно жить крокодилы Ну или что-то похлеще Но там никого А вот эта миленькая обезьяночка Ну посмотрите, какая она пушистая Я не могу сказать, что я очень люблю обезьян Она такая пушистая А еще она меня просто все орешки отобрала Смотрела на меня своими глазками И желала, когда едут тут не палочки, а вкусный орешек И так ням-ням-ням-ням-ням в ротик Ням-ням-ням-ням в ротик Ням-ням-ням-ням в ротик В общем, момент кормления мне очень понравился Да Небольшое колесо по зрению С него можно посмотреть на Вид Вокруг зоопарка И вот этого Вот Киси Много-много Киси Которые Спят И кайфуют Много Пока люди ходят и снимают их на свои камеры Вот Наверное, если попасть Это, по-моему, где-то день То есть Поехать В другое время, когда они более активны То Можно будет увидеть более Подвижную Кошачью жизнь Котики 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 Я записала очень много котиков Так что Косик 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 Котик Котик Косик 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 Тигры Красивые и грозные Лежат Они все отдельно У каждого своя Камера Назовем это так А вот это киса с тигренком Аж за несколькими решетками Видимо Чтобы Тигренка никто не обидел Если чуть-чуть лапку просунуть То есть можно дотронуться До другой лапки Такие вот здесь тоже Пароходы сверху Чтобы смотреть А это то что на границе Зоопарка Кисеньки В общем Много спящих И верблю Да Если у вас есть еда Они с вами дружат Если еды нет Он не будет с вами дружить А так если еда есть То просто Ням 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 Момент Все равно Что ты так можешь накормить Приятно Единственное Интересно В итоге Их не перекармливаем Или наоборот Что мы не докармливаем Не знаю Козки просто съедали Травку на ура Да Вот эта вот Девочка Вот эта козочка Как же она прекрасна Я прям Не знаю Не оленятки По-моему В общем Много-много-много-много-много-много же оттенок Все кучают-кучают Тут, как видите Камера, с которой я снимала Одна из Немного у нее с фокусом проблемы Стали И Мишка Он так культурно кушает Ты ему просовываешь А он так аккуратненько Вначале я думала, он мне пальчик откусит Но нет Очень культурный Мишка Вот Просто Вот Заедает И еще один верблюд Который не хотел, чтобы его гладили А хотел исключительно Бананчик И требовал Требовал Да Жираф Который тоже без еды с тобой не дружит Да Все они такие животные Даже мой кот Если ты без еды Не будет она с тобой дружить А вон там Мишка спинку трет И танцует Или я не знаю, что он делает Но это странно А вот этот Мишка зато кушал Вкусняшки Очень аккуратненько И культурненько Это вроде бы Янатовидная собака Это Лама Альпака Не помню, как они называются Там была одна Красивая Но она не захотела Вставать Только вот эта вот Такая пушистая Пушистая Вваленная Немножко в сене Гулят такой С хвостиком Там даже петушки гуляют с курочками Просто гуляют там же, где люди То есть Как и другие птички Многие Еще немного Это Енотовидных собачек Потому что они по-другому правильно называются Мне почему-то такое запомнилось А это енот Прекрасный, прекрасный енот Который Нет, он не встал ко мне И не подошел У него там целая миска с едой Уже все Переполнено Да Видите Красавец Этот просто лежит головку Свесил И лежит Вот этот вот Вах, как он красиво Кружился Как же он на публику хорошо играет Там В самом начале, когда я сюда подошла Был он и был кот У меня не было с собой рыбки Как-то, не знаю, не купила я ее в самом начале Ну, конечно, котика Котика надо чем-то покормить Вот это вот создание Мне тоже надо чем-то покормить В общем, бегала И искала место, где можно купить корм Где есть рыбка Так как курочка замороженная Ну и вот Курочку не будет, ему нужна рыбка Вернулась потом обратно К нему Думала, котик подождет и будет сидеть Тут, нет, котика, кстати, не было За котиком я еще бегала Минут сорок по зоопарку Вот Но сначала кормила вот его Зубки, кстати, тому гу-гу Какие В жизни он выглядит более, ну знаете Так грозно И были мысли, что если захватит И потащит вот туда К себе В эту подицу А потом Котика я нашла Котик в это время прохлаждался С лисичкой Хотя я, кстати, только его не искала Так вот Он просто прохлаждался с лисой И выглядели они Как компания друзей Поэтому потом я еще больше убедилась Когда я дала ему рыбку Вот Он начал ее кушать Ну, лисичка тоже хотела Поэтому пришлось мне чуть-чуть Отвоевать котику рыбку Дать лисичке И они вместе Вместе Начали ее кушать Просто таки Лисичка и котик Вместе кушают рыбку Ну, это мило было Они потом ее разорвали И пополам по-братски съели Вот Такой Самый, наверное, Вспоминающийся момент С этим котейкой И этой лисичкой Обезьянки Ох Те обезьянки Они набирали себе Больше, чем они могли унести Просто вот Намного больше Но миленький Особо там была миленькая У нее маленький На спинке был Кушали Кушали и кушали Красиво Красиво, приятненько Вот это вот кормление Не знаю А вот это просто Восхитительный львенок Тигренок У меня, кстати, остался Боевой шрам От Львенка Так что вышла в схватке со львом Этот маленький Да-да-да, маленький Царапочку маленькую оставил Единственное Знаете Тут как-то Ну, наверное Мой косяк Как Изначально Когда вы ходите по соопарку По крайней мере в 2017 году В сентябре Постоянно в рупор говорилось Сделай фотографию с тигренком С ольвенком Приди заплати там денежку Сделай фоточку На протяжении всего соопарка Все это говорится Конечно Конечно Я тоже захотела сделать фотографию Единственное Я думала, что здесь дается хотя бы минут по пять Чтобы Ну Вот вы взяли этого львенка-тигренка У меня По крайней мере Просто Пищащий восторг Тут надо вроде как Милую мазьку для фотографии Там позу еще как-то Мне дали минуту На двоих Вот То есть я купила фотографию с ольвенком И фотографию с тигренком И видимо время Был не совсем удачный Но об этом не сказали Вот То есть Они взяли денежку Дали мне быстро в руки львенка Потом быстро дали львенку в руки тигренка В итоге на двоих Минута И как-то Не знаю Слишком быстро Вот И потом Их забрали Там еще после меня был какой-то мужчина Ему дали Фактически там просто Не знаю Секунд десять тоже забрали И львят увезли Я понимаю, что их нужно кормить, поить К маме отвезти Но В то же время лучше сказать людям Тогда сейчас что? Не делайте сейчас фотографию Не оплачивайте сейчас услугу Пройдите Через час Через два Сейчас не время Да В итоге Денежку быстро хватает Дает тебе Совсем ничего по времени И Как-то Не знаю В общем Именно вот этот момент Наставил у меня небольшой осадок И Было как-то странно То есть если бы мне сказали, что Сейчас Не надо делать фотографию Сейчас вот котятки устали Их нужно там везти Да я бы и даже не подумала Окей, пойду погуляю Что у вас тут красивенько Миленько Нет, никто ничего не сказал Только Можно сделать фотографию Да, конечно Денежку берут Запускают Сразу же Все 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 Не знаю Если будете где-то когда-то делать Фотографии с животинками Не знаю, может там с какими-то людьми И звездами и тому подобное Вот что такое оплаченное То как-то уточняйте Подходящее ли время сейчас Потому что Мало ли Чтобы не было такого небольшого Неприятного момента Вот Вот А так Прекрасный тигренок Прекрасный львенок Они такие мимишечные Просто невосхитительно Мне правда Было их, если честно, немного жалко Тем, что Их столько людей вытискивает Ну Наверное, это делается С точки зрения того, чтобы Они к людям привыкали Ну, или я не знаю Ведь Люди же, которые снимаются с животными Они, наверное, должны были продумать все эти аспекты Но В целом, мило Вот Если не считать с фотографией до такого нюанса То То есть Восхитительно Масенький Масенький Потом я пошла кормить страусом Да И фоткаться с ним Красивый Красивый Пушистый А тут киси Киси занимаются любовью Ну Я, правда, вырезала момент Не, ну мало ли Кто знает эту цензуру Место красивое было Приятное И море 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 И фоточки Повторюсь Удалось сделать Не все, что я хотела По фотографиям По видео Но многое-многое удалось Так что Поездка на море у меня вышла очень продуктивная Если мне когда-то удастся в будущем поехать еще на море Или куда-либо еще То Планов Как и что там наделать Конечно, массы Орлечка Это было так забавно Бегать на самом деле Во всех этих паричках косплеях Многие люди смотрели Спрашивали Кто-то даже фоткался Особенно когда я была в косплее Русалки А это я вас утопить пытаюсь Это было весело Вот так как-то со стороны выглядит Когда я стою перед камерой Перед микрофоном Чаечка 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 Ну и да Чуть-чуть меня А вот так вот я, собственно говоря, плавала Да-да-да Я не умею плавать Вообще Мне чуть-чуть удалось держаться на воде Без круга Но совсем капельку В большинстве случаев я вот так вот Как-то и булькала Это было приятно А вот там вот я пробовала с ластой Ластой из-под русалки Но больше мне нравится вот так С ластой неудобно А вот так Самое оно Попы кверху Валяться на круге И буль-буль-буль-буль Крабик А вот это вот немножко вам меню Рядом с отелем Был ресторан Кафе И вот примерно там были такие цены На 2017 год Там было очень вкусненько Очень приятно Прежде всего я там кушала пасту Супчик И пиццу Самое такое Такое Вот так вот как-то там выглядит блюдо Какой-то салат Еще салатик Вот Такой вот горшочек А рядышком За данным Кафе Есть бродик Уточки Рыбки Тут, к сожалению, там камера Уже это не снимала Размытость фокуса И вот такой вот вид На крабиков Я нашла несколько крабиков Которые были неживыми Застушила их И они у меня дома Та-та-та За чайками долго бегала Купила несколько батонов хлеба И пыталась их покормить Самое забавное Когда ты им кидаешь И они прямо на лету ловят Ну и куда без маленьких глупостей Пересыпания песка Из ракушки в ракушку А вот пучки Много 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 Пучков Ну Как я и сказала, они в целом стали моими друзьями Я потом приехала в Москву И скучала даже по ним Как-то Непривычно Что их нет Такие вот Гоши Не знаю, почему Гоша Но почему-то Почему-то Гоша И путь Путь-путь-путь Вот это последний отель Здесь я была одну ночь И он был странным Здесь отвратительная звукоизоляция Это номер без окон Без балкона Воздух Там такой себе Но мне был нужен номер Чтобы Переждать одну ночь И рано-рано утром поехать на самолет Здесь были следы Сначала я думала о крови А у меня в номере кого-то убили Потом это оказались ягоды Потому что ягоды Валялись неубранными Это было странно Здесь были везде дырки в стенах А еще была А насыпаясь Я услышала, что что-то где-то брыжит И Там была вот эта вот штука Ребята Что делать в таких случаях Я не знаю У меня очень маленький опыт Путешествующий Маленький опыт Какого-либо Посещения гостинец Общения И я не знаю Мне здесь ругаться надо было с отелем И у вас номер неубранный Это раз А второе У вас какая-то гусеничка Сколопендера Сороконожка ползает Может это нормально Не знаю Ну, в общем, да Что бы вы делали в такой ситуации Расскажите мне Я ничего не делала Просто замолчала и уехала Но отель я этот запомнила навсегда Меня не пустили у них в ресторан Ко мне вышла женщина На джинсах В кофте Посмотрела на мой внешний вид А у меня были тогда татуировки Которые переводные Они с последнего косплея И образы остались Вот Кофта джинса И сказала Что нет Мы не будем вас обслуживать Окей Ну Мало ли Я не знаю Может у них там Сложности какие-то Развернулась Не стала уточнять почему Хотя, наверное, все-таки стоило уточнить И разобраться Что со мной было не так Это из-за тату Или еще чего-то И вот еще Здесь была она Да Да Такой отель, наверное, сложно забыть Так что Да Какие у вас были интересные случаи Из Вашей жизни С такими поездками Я, кстати, ее не убила Мне стало ее даже, знаете, жалко Она просто жила там дальше Ночью я не спала, по-моему Как-то Звукоизоляция Когда слышно абсолютно каждого Не помогала Да, и ползающая Приятная Сороконожка Немного напрягала Ну, самолетик И домой Даже Несмотря на многие Какие-то нюансы Да Совершенно не омрачило мое впечатление Поездки Мне очень понравился Крым Мне очень понравилось Везде, где я бывала Вот эта вот Вторая гостиница В которой я была Там, где Песочный пляж Мне очень понравилось Что мне повезло Арендовать номера С видом на море Что первый, что второй Второй так вообще шикарно Было просто Просто море под рукой Смотришь и море Спускаешься Море Волшебно Так что Мое путешествие Было каким-то таким Уж не знаю Смог ли кто-то из вас Оселить и прослушать Все то, что я здесь говорила Но если вы смогли То, надеюсь, вам было Интересно Посмотреть Что видела я Частичку Из того, что видела я Возможно Вдохновиться чем-то Возможно Захотеть где-то побывать Или наоборот Вы там бывали И вспомнили это место Уж не знаю Это не совсем влог В привычном формате на ютубе Даже Даже Влог записывать На самом деле сложно И к этому нужно Научиться и привыкнуть У меня вышло как-то так Легко-простенько И спустя Больше года Я вам это публикую Не удавался мне С этим роликом совсем почему-то То одно То второе Но теперь вы его видите Я безумно вам благодарна За то, что вы со мной Я безумно вам благодарна За это путешествие Ведь благодаря вам Моя мечта сбылась Я побывала на море Побывала В горах На Айпетре И это было волшебно Очень надеюсь Что в моей жизни будут еще путешествия Потому что это Заидительно Надеюсь Что в вашей жизни Будет много путешествий И все у вас будет замечательно Спасибо, что вы со мной Я вас очень-очень сильно Обожаю Целую И обнимаю Всем всего самого-самого Мурашечного И самого-самого Прекрасного Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok